Всем привет! Алиэкспресс, камера видеонаблюдения Фирменная уже Z-Jackson упаковка И даже у них есть вот такая вот наклейка Оригинал, Mada Enchino, Z-Jackson Красивые коробки они стали упаковывать То есть люди заинтересованы, чтобы вы покупали И работа с покупателями у них на высшем уровне Поэтому рекомендую, не первый раз у них все это покупают Карта памяти, в моем случае на 32 гигабайта Карты проверены, как я вам уже в одном из видео показывал Даже есть у них код для проверки оригинальности на сайте То есть они отвечают за карты, можно приобретать Тем более они у них недорого стоят Инструкция по настройке камеры Приложение уже по цвету можно видеть, что это ICC приложение То есть XM камера с прошивкой XMI Камеры классные, вам я их всегда и рекомендую Полный комплект, получил, установил, подключил и пользуешься Также Z-Jackson блок питания 12 вольт 2 ампера Ну похоже на то, что 2 амперный Кстати отвертка идет в комплекте Кабель около 3 метров Опять же крепежные элементы Китайцы молодцы, все мелочи у них продуманы Кстати можно их использовать Это не туфта, то есть не просто для отчетности А можно пользоваться все нормально То есть герметичная муфта тоже черная И как вы наверное уже заметили, камера полностью черная Это первое, что интересно, что камера черная Почему я заказал ее Второе, что в данной камере есть возможность выбрать 2 варианта объектива И данный объектив 6 мм Объектив не варифокальный, статический объектив, но 6 мм Стандартный объектив идет 3,6 мм, это 6 мм По объективам углу обзора камер Как зависит объектив, как влияет объектив на угол обзора камеры захвата Делал я отдельно видео, поэтому по ссылке перейдите И посмотрите, чтобы я тут долго не рассказывал И все вот черное И прокладочка тоже такая вот установочная Тоже идет черная Две черные антенны Z-Jackson фирменные 5 децибельные Данная камера не поддерживает Wi-Fi 5 ГГц Поддерживает старый Wi-Fi, то есть 2,4 ГГц Значит, что еще? Камера изготовлена с умом, так сказать Передняя ее часть металл Это плав алюминия Именно для охлаждения внутренностей камеры А именно модуля с ИК-светодиодами Здесь не только, как вы уже заметили, ИК-светодиоды Но и обычные LED-светодиоды 4 ИК-светодиоды, вот они беленькие 1, 2, 3, 4 И 4 LED белых 1, 2, 3, 4 Вот для их охлаждения именно служит Их подложка Подложка прикручена к этому передней части камеры И это все служит радиатором охлаждения Также охлаждение для процессора камеры И всего остального Имеется фотоэлемент, отвечающий за переход камеры в ночной режим Тут, наверное, микрофон Динамик сзади Камера стандартно поддерживает двухстороннее аудио Камера поворотная 90 вверх-вниз 355 по сторонам Сразу вам скажу Вариант заказа с 6-мм объективом Только в черном корпусе В белом корпусе 3,6 В черном корпусе вы можете заказать или 3,6 или 6 Ну, такой вариант Перед тем, как заказывать, обязательно уточните у продавца Он вам сразу же ответит На наклейке тоже 6 мм указано Также на камеру может работать, опять же, как по Wi-Fi, так и по кабелю Имеется кнопка сброса ID камеры прописан сразу же вот на наклейке Имеется QR-код или же циферное и буквенное значение ID прописано Поэтому, кто сразу хочет добавить, например, в CMS Удаленно камеру Сразу ее подключайте Сразу ID-шник забивайте То есть настраивайте ее, понятно, в своей домашней сети Чтобы у нее выход был в интернет И сразу же вбивайте ID-шник И в CMS программе на компьютере Сразу будет у вас камера И уже можно за ней будет наблюдать удаленно с компьютера Я так думаю, что данная камера подойдет тем, кто живет в многоэтажках Выше, к примеру, пятого там этажа Ну, можно даже уже брать от, наверное, третьего Вам нужна камера для видеонаблюдения за автомобилем Паркуете вы во дворе его на определенном месте Даже если не на определенном месте Плюс именно, что камера поворотная В любой момент вы можете поменять ее положение Не меняя ее крепление То есть размещение на стене Камера поворотная Под любыми углами Повернули и направили на автомобиль Плюс тот, что с этим объективом У вас предметы будут ближе То есть автомобиль, попросту говоря, с шестого этажа у вас Будет не вот таким вот А будет вот таким вот И это заслуга именно шестимиллиметровых объективов Они объекты приближают Ну, а угол обзора, я думаю, с верхнего этажа будет все равно серьезным Идеальный, конечно, в данном случае вариант камера с варифокальным объективом С изменением фокусного расстояния Предыдущее видео я показывал вам данную камеру Но там уже другой ценовой диапазон Поэтому, если устраивает вас именно этот вариант То не стоит переплачивать больше Если нужна зумом с оптическим То нужно брать ту камеру Переплатить денег и взять ту камеру Карту памяти сейчас установлю Именно устанавливается она под кронштейном Откручиваются два винта Здесь как бы коромыслом такое Служит крепление И откидывается кронштейн назад Вот таким вот образом Добираемся до слота под карту памяти Здесь же имеется на плате и кнопка сброса к заводским установкам Устанавливаем карту контактами к плате Щелкнули, защелкнули и готово Тут можно увидеть, в общем-то, верхнюю часть внутренности камеры Привод, отвечающий за поворот влево-вправо Шестерни, ну, все те же пластиковые, но мощные шестерни Прокладка, как видите, камера имеет защиту IP66 Здесь все, как видите, залито конкретно Разъемы под антенны Wi-Fi И подключены они То есть это не муляж Подключение есть И кабели вот идут к Wi-Fi модулю Ответ на вопрос, могут ли данные камеры Работать от автомобильного аккумулятора И в том месте, где нет, например, проводного интернета Конечно, могут 12 вольт подключаете от аккумулятора Продаются разъемы, коннекторы отдельно Показывал я вам тоже видео Оставлю ссылку, кому интересно Коннектор сюда Два провода плюс-минус к нему Соблюдаете полярность Подключаете Включается камера Работает у вас она От автомобильного аккумулятора питается Потребление у нее Показывал я уже на одном из видео В ночном режиме, кажется, 300 мА То есть совсем небольшое Хорошего аккумулятора хватит на долгое время И Wi-Fi роутер Мобильного оператора с карточкой Какого-нибудь на видео По видеонаблюдению в автомобиле Тоже ссылку я оставлю Делал я Обзор вам показывал Камеру подключаете к этому Wi-Fi роутеру И она дает информацию в интернет Через роутер А вы уже со смартфона Отслеживаете камеру Из любой точки мира Аккумулятор Плюс Wi-Fi роутер Мобильного оператора Подключил блок питания камеры В розетку 220 Хорошо длинный кабель имеется Нужно длиннее Можно купить удлинитель Включаю питание Сразу загораются белые светодиоды Интересно Есть ли режим Теста камеры Поворотов туда-сюда Так Здесь все герметично И классно Вот Приятно включать Так Щелкнула камера Мне интересны Вот эти повороты Туда-сюда Будут или нет По идее должно быть Есть голосование Отлично Камера не крутит головой Туда-сюда И это хорошо При пропадании питания Например У нее отсутствует Тестовый режим И она останется В том месте В том местоположении Где она была до этого То есть не повернется В другую сторону ICC приложение Или XMI Камера Я так понимаю Облачная Поэтому для данных камер Рекомендовано приложение ICC XMI В основном Для статических камер Не облачных В первую очередь Можно и поворотные Но не облачных И для видеорегистраторов Для таких камер Вот лучше ICC В различные разрешения Кликайте Есть-есть Если нет у вас камер Список пустой Белый Жмете плюсик Добавить по Wi-Fi Я услышал Звуковое сопровождение Делаю следующий шаг И здесь Пароль Wi-Fi роутера Вводите Которому хотите Подключить камеру Жмем подтвердить Местоположение Есть Подтвердить Включить GPS Нужно Но это на время Настройки камеры Потом можно его Не включать Подтвердить Пошел поиск Камера сказала Идет соединение Подождите Понятно Не отключать питание Не производить Никаких действий Находиться Рядом с камерой Рекордно быстрое добавление После добавления Камеры Нужно ввести пароль Введите пароль Запомните Понятно его Можно потом Будет его поменять В случае чего Главное Запомнить Первый пароль Приложение Присвоило камере Название устройства 2 Имя Можно его поменять У меня устройство Один сейчас работает Устройство 2 Так Вот есть Устройство 2 Готово Открываем И видим Картинку с камеры Вот я сижу Не голый Сижу в шортах Блин Ну видно что Объектив Объектив Шестерочка И это Видно сразу Угол не такой Широкий Вижу камеру Нужно вот Отдалять А предметы Близко Так Тут же Тут же функция Вот есть Включение Сразу Белых светодиодов Вынесено на Центральное меню То есть на Главный экран Есть выбор Двойной Цветной Черно-белый Это короче Уже режимы Обновления Видите Обновляются Постоянно Предыдущее Обновление Не было Вот этой функции Чуть-чуть Она по-другому Была расположена Сейчас Вот Ночные режимы Тут же время Освещения 60 секунд Выставлено Можно поменять Чувствительность Средняя Высокий То есть Умная Тревога Все тут вот есть Отслеживание человека Все что в новых прошивках Предыдущие камеры Я вам показывал Ну а последние прошивки XMI Все здесь есть Отлично Все можно сохранять Ну вот картинка С камеры На весь экран Смартфона Да видно что Объектив 6 миллиметров Близко вот Часы Можно прочитать цифры Все отлично Можно слышать звук С камеры Но имеется Но имеется Но имеется Легкий звук Такой генератора Треска немного Помеха какая-то есть Непонятно От чего она идет Опять же Кому нужен Супер чистый звук Имейте ввиду Здесь немного Потрескивает Но я думаю Китайцы Буквально за несколько дней Это все дело решат И уже партия Будет уже идти Без этой проблемы Опять же Передать можно Сообщение в динамик Камеры Раз Два Три Очень громкий динамик Поэтому здесь вопросов с динамиком вообще нету И чисто все передается Сразу слышно Можно громкость динамика регулировать Все здесь есть Повернуть и перевернуть отображение Зеркальное отображение сделать Изображение То есть все есть Формат сжатия H265 Ну 264 можно ставить Если у вас видеорегистратор не поддерживает 265 Можно переключать Запись видео на карту памяти включить Аудиозапись тоже можно включить Можно выключить Так управление памятью Карта памяти Определилась И вот видно что идет запись Можно отформатировать карту памяти Ну желательно сразу это сделать Чтоб корректно адекватно Писалась информация на карту Настройки тревоги Давайте посмотрим Детекция включена Режим записи Фото видео Есть Звуковой извещатель Кстати можно включить звук И выбрать Аларм войс Аларм войс Аларм войс Или же добавить свой Своё сообщение Три секунды Запишите Камера будет проговаривать Вашим голосом Ну ваше сообщение Что вы запишите Или посыл какой-то Кого-то куда-то послать можно Или же привет Или же уже стандартные Вот есть Различные Какие-то на английском языке Скорее всего Женщина будет говорить В камеру Это условие При том Когда камера Обнаружит движение Будет звучать Оповещение звуковое Опять же Оповещение на смартфон Будет приходить По тревоге Ставите Включаете Будет работать Ну и вот эти все Показать следы Граница Кордон Всё можно здесь выставлять Включайте Пробуйте Всё это дело работает Работает адекватно Уже проверено давно В разделе информация Об устройстве Можете иногда заходить Проверять Если будет стрелочка Зелёная То можно обновить Будет онлайн устройство В одном из прошлых видео Я обновлял Показывал вам Как камера обновляется В онлайне Всё работает Тут же можно выше Увидеть информацию По камере Дата изготовления Прошивка Какая установлена И ID камеры Кого интересует Запись на Папку телефона Можно включить запись Вот нажав на Вот эту иконку И пошла запись С камеры Со звуком В папку телефона Остановив запись У вас будет Вариант поделиться Видеозаписью Даже в соцсетях Сделать фото Также в папку Сохраняется Приложение фото Вы можете им тоже Поделиться будете И тут вот архив записей Заходите И всё у вас есть Что вы хотите посмотреть Фото Или видео Видео имеется ввиду С карты памяти Или же вариант Облачное хранилище Камера тоже облачная Вы можете Подключить её К облаку Вот Вы имеете Свободное облако Сервис Облачный серфис На месяц То есть пробный режим Начать сейчас Жмёте подтвердить И пошёл у вас Месяц записи Бесплатно по движению Вы можете Потом заходить И просматривать Выбирать Облачное хранилище И просматривать Записи С облака Удалённо С иксимаевскими Видеорегистраторами Камера вообще Работает без проблем И в полной мере Так сказать Весь функционал Использовать можно Заходить и настраивать Камеру Именно с видеорегистратора Основные настройки Если же С другим производителем Видеорегистраторов То есть С видеорегистратором Другого производителя То камера Будет работать По ONVIV протоколу Если этот видеорегистратор Поддерживает ONVIV протокол Кстати Вот уже В новых прошивках Что удобно Можно название Камере Присваивать И будет выводиться Оно адекватно На монитор Это тоже хорошо Раньше Такой возможности Не было Пишешь что-нибудь На русском А оно выводится Коряво Сейчас выводится Отлично И вот в общем-то Картинка с камеры На достойном уровне И поставил я эту камеру На один столб С вот этой камерой Которая имеет Объектив 3.6 мм И можно Видеть разницу 3.6 мм Какой угол захвата И насколько далеко Предмет А точнее машина Ну можно взять Вот ворота Например Или же Соседний Забор Двор И камера 6 мм Камера захватывает Уже отдаленные предметы Больше их приближает И именно отдаленные предметы Будут на данной камере Более различимы Поэтому у кого Именно тот вариант Когда вы установили камеру И думаете Что ж так далеко А почему я камеру Не взял с зумом Но опять же За зум нужно За оптический Платить больше То вот именно вариант Когда предметы Будут ближе И можно четче Будет различить номера Черты лица людей Номера автомобилей Повороты с камеры Работают Перепутано В данной камере Вверх-вниз Нажимаешь вниз Поворачивает вверх Ну это как бы Небольшая проблема В данной камере Функции слежения За объектом нету Поэтому Здесь Проблемы большой В этом нету Просто будете знать Что низ это вверх А вверх это низ Лево-право Нормально Адекватно Все работают Повороты Все отлично Ну и зума В данной камере Понятно что Нету Но в видеорегистраторе Многие знают Можно зумировать Таким образом Пресеты Также работают Что немаловажно Отличный Удобный вариант В поворотных камерах Функция Вот я задал Второй пресет И камера Становится на Второй пресет Незамедлительно И очень классно Например Первый Жмем старт И камера Пошла вниз И заняла Положение Первого пресета Отлично Все работает И Очень таки Адекватно И классно Ну и картинка С камеры Очень я вам скажу Сочная Классная Отличная Не знаю Что сейчас за матрицы Ставят Понятно что Sony дороже Но китайцы Видно нашли Другой вариант Какой-то матриц Потому что Картинка хорошая Только радует Если вы Подключите Видеорегистратор К примеру К монитору С динамиками Со встроенными Или же К телевизору К большому По HDMI В данном случае У меня подключен Вы можете слышать Звук с камеры И вот Послушайте На приложении Был треск Скорее всего Был треск От блока питания Помеху Все таки Давал блок питания Сейчас у меня Подключено От моего Большого блока питания От общего И нету Вообще Никаких Помех Слышно Звук Из камеры Но треска Нету Никакого Все отлично Работает Пока еще Светло Покажу вам Где установлена Камера И именно Две эти Камеры Верхняя С 36 мм И вот Наша Обозреваемая Черная Которая Уже Перешла В ночной Режим И включила ИК Светодиоды Ночной Подсветки И китайцы Не перестают Удивлять И радовать С новыми Прошивками Все получаешь Все новые Новые Функции Наведя На камеру Вот она На 16 мм Канале Или же так В левый угол Обычно Что мы получали Получали просто Шестеренку Настройка Камеры И удаление Камеры С данного Канала В данном Случае Когда Открыв Эту камеру Мы видим Что активировался Еще один Значок В виде Лампочки И это Очень классно Потому что Можно Включать И выключать То есть Менять Ночные Режимы Ну а соответственно Включать И выключать Белые Светодиоды Кликаю По данному Значку И Выскакивает Вот такое Под меню Канал 16 Было бы Больше Камер С такой Поддержкой Понятно Можно Было бы Выбирать Каналы Режим Работы Устойчивый Режим То есть Это имеется Корявый Перевод Постоянный Режим Автоматический Режим В зависимости Скорее всего От движения Режим Таймера Можно Выставлять По таймеру На дата То есть Время Начала И время Окончания Время Освещения Задержка Задержка Скорее всего Регулируется В авторежиме И вот Устойчивый Режим Видно Включились Светодиоды Белые Картинка Стала Ярче И перешла Сейчас В цвет Еще раз Кликаю По значку Вызываю Меню И включу То есть Выключу Этот режим Окей Светодиоды Погасли И картинка Перешла В черно-белый Режим Также Все это Можно делать Приложение Значок Я вам уже Показывал Сейчас стоит В цветном режиме Можно поставить В черно-белый При этом Я не знаю Включились Светодиоды Или нет Скорее всего Выключились А работают ИК-светодиоды И двойной Имеется ввиду Скорее всего Автоматический Переключилась Камера в цвет И опять В черно-белый Ну пойдем Посмотрим Отключил я полностью Вторую камеру Вот она была На этом канале Сейчас полностью Отключена Чтобы она не Помогала Этой камере Своими ИК-светодиодами И вот Картинка С ночной камеры Понятно Что не идеально Выбрано место Идет засветка От куста Но Я вам скажу Что никаких Вопросов К ночной картинке Не будет В любом месте Где будет Установлена Данная камера Все отлично Мощные ИК-светодиоды Вопросов Вообще Никаких Не будет Бьют Как заявлено Работают На около 20 метров Все будет Отлично В этом Сомнений Нету Картинка Чистая Установлен Качественный Объектив Нету Нигде Засветов Конструктивно Камера Сделана По уму Вопросов Не будет По ночной Картинке Подходим К камере Вот В общем-то Полная Темнота Но Камера В черно-белом Режиме Видит Сейчас Меня Она Увидит И по идее Включит Вот Так и есть Включила Белые Светодиоды Сразу вам покажу Пока мы тут Яркие Светодиоды И имеют они Температуру свечения Ближе к желтому Как видите Вы не синие Выставил я Время задержки 10 минут Свечения То есть 10 секунд И как видите Все это работает До следующего Обнаружения Вот Обнаружение Произошло И Опять Включились Светодиоды Ну Ближе к естественному Свечению Вот видите Желтый свет Кому нравится Такой При этом Камера Переходит В цветное Изображение И показывает Как видите В цвете Показывает Очень достойно Хватает яркости Давайте поставим Черно-белый Все Выключились Белые светодиоды Включились Инфракрасные И вот я Черно-белые Картинки Нахожусь Сейчас на камере Давайте поставим Режим цветной Ну Это постоянно Будет Цветной Режим И Постоянное Свечение Белых Светодиодов В общем-то Все ясно И понятно Хотите в автомате По тревоге Ставьте двойной Не хотите Чтоб они работали Включались Ставьте черно-белый Хотите постоянно Чтоб не выключались Ставьте светной Ну и опять же Камера поворотная Вы можете Перенаправлять Световой поток Белых светодиодов Будет она работать Как поворотный Прожектор Что-нибудь Делаете во дворе Можно направить свет Куда вам Нужно С приложения С видеорегистратора Давайте посмотрим Запись Жесткого диска Видеорегистратора Что нам Камера Назаписывала Движений там было мало Я только специально Ходил Позировал Поэтому Вот Ну Отличное качество Качество На высшем уровне Могу сказать Посмотрите Четкая запись Черты лица Все классно Выставлена По определению Человека Тревога И поэтому Так и производилась Запись Вот Ходил Когда поставил В автомате Срабатывание Ночного режима Ну и вот Тот момент Когда я вам Записывал видео Также Это все Можно увидеть С приложения Архив записей Кликаем Видео Открылась Карта памяти Также Это все Можно делать Удаленно Включаем Аудио И Видео Воспроизводится С аудио Красные полосы Это тревожные записи И вот Показано Какой ролик Воспроизводится Можно Перемотать Кликнуть Все работает Камера Мне очень Понравилась Понравилась Картинка С камеры Понравился Функционал С ИК Светодиодами И белыми Светодиодами Которые Отлично Светят Переключение Ночных режимов Возможность Переключения Это тоже классно С видеорегистратором Я показывал Как все это работает Камера Как я уже сказал Отлично подойдет Для установки В многоэтажном здании То есть Выше третьего Я думаю Даже выше пятого этажа Будет отлично Камера Справляться С видеонаблюдением За автомобилем Неплохой микрофон Немного Есть помехи Но совсем немного И это не критично И отличный Мощный динамик В случае чего Можно передать Какое-то Звуковое Голосовое Сообщение Немаловажна Функция Обнаружения Человека И записи Тоже Есть возможность Включить При любом движении Чтоб камера писала Есть возможность Включить детекцию Именно человека Некоторых функций Не хватает А это именно Слежение За человеком Но это Совсем уже Другой ценовой диапазон Камера Эта камера За свои деньги Имеет Отличный функционал И качественно работает Тем более Это тот вариант С 6-ти миллиметровым Объективом Кстати Объектив Установлен качественный Не все Одинаковые объективы Бывают Попадаются Некачественные объективы От них Напрямую Зависит Качество Как дневной Так и ночной Картинки Здесь установлен Качественный Отличный Объектив Ну и как вариант Камера в черном цвете Меньше заметна Чем в белом цвете Ссылку я на камеру Оставляю в описании К видео Переходите На магазин Там еще Можно кое-чего Интересного Прикупить За недорого Также оставляю Я в описании К видео Адрес Своей электронной почты Переходите Кто какие Вопросы Пишите мне в личку Я помогаю Консультирую По возможности Отвечу на ваши вопросы Так же могу подобрать Лично для вас По вашим требованиям Видеонаблюдение То есть Видеорегистраторы Камеры Различные устройства На Алиэкспресс Тем более Там намного выгоднее Покупать Именно вот как я Это все и делаю Приобретаете вы Все оборудование Без посредников А этим уже Нужно пользоваться Сегодня Тем более Цена Уже Вполне Доступная Всем удачи И до следующих Видео Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...